Всем привет! Сегодня вот хотел бы затронуть парочку тем по тренировкам и о некоторых изменениях на моем канале, связанных с первым этапом подключения к монетизации. Значит, начнем сразу со второго пункта. Я размещаю теперь видео не для общего доступа касательно темы политики, темы, допустим, войны между какими-то странами под платными ссылками. Что это такое? Это человек может абонировать канал, стать как бы членом клуба или участником этого канала, абонентом, за определенную ежемесячную плату. С этой платы, естественно, мне какие-то копейки идут, все остальное получает YouTube. И люди, которые подключились на YouTube премия для того, чтобы смотреть видео без рекламы и так далее, тоже имеют возможность смотреть эти видео. То есть, если вы сейчас на канале, допустим, меня посмотрите, есть одно видео о войне на Украине, увидеть анонс этого видео, вернее, афишку можно, посмотреть его можно только в том случае, если вы внесли абонентскую плату. Поэтому очень многие темы, которые я буду затрагивать в таких вот политических видео, меня все равно подталкивают к этому, чтобы я шел в эту тематику. И рассказывал это со стороны тех, кто живет здесь уже достаточно количество лет и видит это несколько иначе, чем те люди, которые составляют вам телерепортажи или радиорепортажи и вешают лапшу на уши. Это касательно второго пункта. А первый пункт по тренировкам. Да, что-то жарковато сегодня. Значит, по тренировкам. Блю я недавно в магазине и встретил там одну мамашу. Она водила когда-то ко мне свою дочку на тренировки в спортклуб. И после того, когда я там в том спортклубе прекратил вести тренировки, потому что, во-первых, оплата была очень маленькая и условия для наших тренировок были, в общем, не ахти. Долго я тянул ту школу в этом спортклубе и в конечном итоге я пришел к тяжелому решению оставить эти тренировки, потому что, ну, потому что все-таки свои нервы, свое здоровье и свои ресурсы, время намного важнее, чем занятия с чужими детьми или с подростками, даже со взрослыми. Так вот, встретил я эту мамашу и она мне говорит, как жалко, что вы перестали тренировать, давайте возвращайтесь, а то наша корова лежит на диване и ничего не делает. Ну, как можно своего ребенка вот так вот при посторонних людях называть коровой, там, обезьяной, разными такими эпитетами? Ставится сразу под сомнение, правильно ли вы воспитываете своего ребенка. Потому что, когда эта дама водила ко мне свою девочку на тренировке, она всегда говорила, займитесь этой мартышкой, займитесь этой обезьяной, она дома ничего не хочет делать и так далее. И я потом несколько раз приглашал родителей на экзамены на ПСА, чтобы они видели, что вот эти вот мартышки, обезьяны, коровы умеют делать и чего они достигли. И, естественно, родители, многие были ошарашены тем, что у них дети, оказывается, елки-палки, занимаются действительно хорошо и отдаются с душой. Ну, правда, у меня из всей группы, там 17-18 человек было, можно сказать, половина этой группы действительно занималась с душой, остальные приходили, лишь бы только дома никто не каркал на них. Так вот, эта мамаша мне и говорит, ой, вы знаете, она лежит дома, ни черта не делает. Я говорю, так зачем же вы даете ей возможность сидеть целый день с телефоном, говорю, на выходных. Пусть занимается чем-то, давайте ей занятия какие-то. А что толку, вот мы с ней ходили в эту академию каратэ, ну, есть у нас тут одна, я вам рассказывал про этого, про этого академика. И я говорю, ну и как? Ой, там такой отстой, там такое-то все. Ну, многие люди, которые к нему ходили и прекратили ходить, говорят в один голос, что он действительно никакой. Вот. И я говорю, ну, других же секций тоже полно. Да, вот мы, к примеру, ходили там в Старом Городе, есть тоже Академия Боевых Искусств. Значит, несколько лет назад я затрагивал тему вот этой вот Академии Боевых Искусств у меня на канале. Это человек, адвокат, открыл свою школу кунг-фу от Федерации Винтай. То есть он примазался к этой Федерации, нашел там лазейки в законе, примазался к этой Федерации, открыл свою школу. Я не скажу, что он очень классный боец, я не скажу, что он супер-пупер, он просто самооборонщик. Вот примерно как я, да? Самооборонщик, но не диванный эксперт. То есть для себя, для своих знакомых, адвокатов, тоже вот так вот, юристов, вполне хватает для того, чтобы научиться защищаться на улице, противопоставить себя какому-нибудь там гопнику или нападающему, или фиг его знает, какой-то обиженной жертве в суде, да? Он нигде не выступал, ни на каких соревнованиях, ни на каких турнирах, нигде. И я несколько лет назад ходил, думал записать своего младшего сына туда. Я просто посмотрел, как они разговаривают с детьми, как они их обзывают, как они их толкают, чуть ли не бьют. И дети, многие дети плачут, потому что, ну это, это не тренеры, это черт знает что, скажем так. И вот эта дама говорит, я водила тоже вот свою малую туда, она посмотрела на этом пробном занятии и говорит, да фигня это полная, блин, мы, блин, в этом возрасте уже вот сколько у нас в школе мы занимались, мы уже на спаррингах друг другу морды били, блин, а эти, блин, стоят, размахивают ручками, как эти самые, как журавлики какие-то идиотские. Не хочу я туда ходить, вот так сказала ее малая. Я говорю, ну так хорошо, назвал ей адрес, говорю, вот у нас есть вот еще один спортклуб, называется Galaxy, там занимаются тайским боксом, там занимаются кикбоксом, отведите ребенка туда, если она хочет заниматься. Ой, нет, нифига, давайте лучше, давайте лучше возвращайтесь, говорю, вы знаете, так и можете передать тем, с кем вы очень часто общаетесь, что за три копейки в день я работать не намерен. Я уже предлагал свои условия, говорил сумму, оговаривал сумму, за какую я согласен работать в час. Они отказались, потому что посчитали, что лучше у них не будет никакой школы карате или школы самообороны, чем будет действительно хорошая профессиональная школа, но они от этой школы не будут иметь ни копейки. То есть, получается, все деньги будут идти мне в карман. Хотя, пока я в том спортклубе тренировал подростков, детей, взрослых, через мои руки прошло почти 300-400 человек за 7,5 лет. Примерно вот столько, да. И благодаря мне в этот спортклуб записалось около 50 человек. Примерно так. То есть, за вступление, за регистрацию в спортклубе ты платишь там, если ты взрослый, платишь 55, если ребенок 35, одноразово. И плюс ежегодно платишь ту же самую сумму. Ребенок 35, взрослый 55. Это немалые деньги, если мы так вот сложим, к примеру, за все время, сколько туда пришло, только за один год, допустим, возьмем последний год, когда я там проводил тренировки, если мы возьмем, грубо, 8 или 10 человек пришло, вот считайте, сразу с каждого человека, это только с подростков, 70 евро за год, это 35 вступительные и 35 годовые, то получается, получается, вот считайте сами, 560 евро за 8 человек. За 10 человек это 700. Но из этих денег я увидел совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Поэтому я решил прекратить тренировки, не потому, что они хапуги, нет, ни в коем случае, там люди самоотверженные, люди-энтузиасты, которые в основном отдаются сполна тому, чем они занимаются с детьми, с подростками, со взрослыми. Многие просто приходят туда для того, чтобы отдохнуть после работы и снять с себя стресс. А я наоборот, приходил после работы, дома нифига не ел, летел в спортзал, начинал заниматься и только вгонял себя в стрессовую ситуацию тем, что я нифига не поел, а в 9 вечера ты уже, ну какой там, нормально есть, только желудок себе посадить. И вот эта вот дама, когда сказал, я решил просто с ней попрощаться, потому что, ну, неинтересно мне уже дальше было с ней разговаривать. Она, вот давайте вы подумайте, говорю, ну вот передайте тем, с кем вы постоянно общаетесь, что мое предложение остается в силе по сумме оплаты. Если они все-таки согласятся, пожалуйста, я вернусь. Если нет, увы. Вот так вот, вот эти вот два пункта, которые я хотел сегодня с вами оговорить. О тренировках, о том, как многие, знаете, есть такая поговорка, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Если бы, скажем так, если бы они ценили работу тренера, то они, соответственно, оплачивали бы работу этого тренера так, как это должно оплачиваться, а не чисто символически 5 евро в день. В день, в день, да, вы не ошиблись, 5 евро в день, это ничто, это даже в месяц не хватит машину бензину заправить. Вот такие вот дела. Ну и, конечно же, второй пункт, который я в самом начале говорил, это платная подписка на канал, официально платная подписка на канал. И там уже есть одно видео под этой официальной подпиской, и будут появляться другие видео, которые, к сожалению, не будут лежать в открытом доступе абсолютно для всех. Есть такие темы, за которые просто-напросто нужно платить, если вы хотите узнать какие-то факты, получить какую-то информацию. А также, касательно спорта, клуб Баккардийский джентльменов, тоже есть там такая подписка на канале. В этой подписке я буду выкладывать видео о коррекции фигуры, о избавлении от лишнего веса, реальные факты, реальные подтверждения того, как можно без всякой химии, без каких-то, допустим, таблеток или еще каких-то потусторонних средств сбавить лишний вес и оставаться постоянно в хорошей физической форме. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Если у кого есть желание, конечно же, подписывайтесь, становитесь реальными абонентами канала Old Dutchman, и будет вам счастье. Ну и мне тоже будет на кофе. Всем удачи, пока.